Всем привет! Мы опять приехали в другой город и опять на юг, но на этот раз не юг России, а юг Калининградской области, это Багратионовск. И приехали мы сюда во многом благодаря одному очень скромному человеку, который сейчас находится за кадром, Олег Карпов. Олег, покажи что-нибудь, чтобы все поверили, что ты здесь. Да, который как только увидел голосование в нашей группе, куда нам поехать, сразу делал репосты во все возможные группы. И вот мы сюда приехали, но и это еще не все. Посмотрите, что он подготовил для нас, он сделал такие крутые футболки, кружки. Обязательно будет конкурс в этом выпуске, мы разыграем среди подписчиков и возможно среди жителей, с которыми мы сегодня будем общаться на улицах Багратионовска. Это проект ОКГУРЕВСК, погнали! А вы сами из Багратионовска? Да. Что можно вообще рассказать про этот город? Классный? Ну так. Чем ты занимаешься в Багратионовске? Чем ты занимаешься в Багратионовске? Работаю в туристической компании. Как привлечь туристов в Багратионовск? Скажи, пожалуйста. Заинтересовать его историей. Вот давай прямо сейчас заинтересуем всех, кто нас смотрит. Давай. Ну, исторический город, кривический музей, Багратионовск полон истории, то, что здесь были войны, как бы, можно посмотреть старый замок, разрушенная церковь красивая, ну, все, в принципе. Ну, слушай, ты недолго проработаешь в туристической фирме. Ну, я еще учусь, как бы, еще. Ну, надо, да, поучиться. Багратионовск хороший город? Нормальный. Ты учишься в Багратионовске? Училась. Отвечаю. Да, я училась здесь. Чего вы заставляете ее отвечать? Она, может, не хочет отвечать нам. Ты хочешь нам отвечать? Нет. Нет, все, тогда мы с вами будем разговаривать. Вообще на улицах никого практически нету. Почему? Потому что здесь народа нет такого. А куда народ здесь может уехать? Я не знаю. В Польшу сами едете, нет? Нет. Почему? Визу не сделали, да, наверное? Это так не получилось. Потому что не отвечаешь на вопросы, наверное, да, консула. Поэтому тебе визу не могут дать. Ну, я понял, да. Можно с тобой немножко пообщаться? Чуть-чуть. Конечно. Что Багратионовский молодежь слушает? Я откуда знаю. Наверное, русский рэп. Нет, а ты что слушаешь? Музыку. Можно послушать какую-то? Конечно, какую музыку. Ой, прям классика такая, лирика. Ну да. В честь кого назван Багратионовск? Ну, в честь Багратиона. Так, чем он прославился? Сражался против Наполеона. Так, победил? Победил. Там вот это желтое здание, там останавливался Наполеон. Там сейчас кто-то живет, да. Потомки или? Нет, просто люди. Куда здесь можно сходить именно молодежи потусить? Я понял, здесь есть музь. Никуда? Это самый боги город, по моему мнению. Почему? Ну, а что здесь есть? Здесь ничего нет. Есть дом, где жил Наполеон. Все? Вы сами из Багратионовска? Проживала, здесь сама жила, в доме Наполеона, как бы. Ты жила в доме Наполеона? Да, я снимала жилье, я жила. Вы чувствуете какую-то гордость, что вы жили в доме? Как-то козырите, ходите по улице, иногда там просто прохожим говорите, я жила в доме Наполеона, и мимо проходите. Нет такого? Да нет. Девушку куда вообще сводить в Багратионовске? Здесь вообще некуда. Если, допустим, парню сводить девушку, так вот в кафе в какое-нибудь посидеть, чай попить, как бы и все, абсолютно больше негде. Или в доме Наполеона, может быть. Ты с Багратионовска сам? Нет. Откуда? Не важно. Ну, не важно. Ты в Багратионовске часто бываешь? Я здесь живу, но я... Подожди, ты живешь в Багратионовске, но ты не с Багратионовска. Куда можно пойти? Вот ты молодежь, кто-то потусить, погулять. Я не знаю, я просто мне еще никто не показывал. Ты ждешь человека, чтобы тебе показали? Ну, нельзя твое имя, да, сказать? Ну, не надо. Просто мы бы обратились к людям, если кто-то здесь гуляет, они бы тебя проводили по местам каким-то. Не надо. Ну, если что, мы узнали. Здесь есть дом Наполеона, есть школа, нам сказали, можно в школу сходить. И есть церковь еще, сказали, в церковь, можно помолиться. Ты верующий? Нет. Нет? Все, ладно. Тогда в школу. Хороший город Багратионовск? Хороший, хороший. Вы сами из Багратионовска? Не хороший, а грязный. Я скажу в глаза. Не надо юлить, пускай начальники думают. Я прямо в глаза, я ему говорила, брех, он не сделан тротуар для людей, не сделан, дорога в ямах вся. Вы слишком добро говорите про проблемы, давайте все-таки вы будете говорить. Они у ресторанов сидят, у Калининграда или где-нибудь в Москве. Вы курсе, что если вы участвовали бы в «Версус-баттле», вы бы всех победили? В курсе? Да, это точно. Не, я не пойду никуда, мой сыночек уже. Вы теряете зрителя? Вы теряете зрителей, видите, уходите. Все, догоняйте. Как стал начальник, он брех, он стал. Хороший панч. Это мой передача. Все. Сейчас это баба Люба репит. Ну куда можно сходить? Какие-то места для молодежи? Да нет ничего. Серьезно, вообще ничего? Ну только на скейте покататься. Чего тебе написано здесь? Дерьмо происходит. Это как-то относится к Багратеновску? Нет. Нет? Просто мне нравится, как это звучит. К жизни. К жизни, да. Девушки нет? Да, мне это как бы не особо. Ну ладно. Мне самодостаточный, вероятно. Давай сейчас на каждую букву в названии города Багратеновск что им скажем про город. Давай на Б. Какой город Багратеновск? Б? Ну вот на букву Б. Сейчас. На Б. Не знаю даже. На А. А. Я не могу. Буква Г. Г. Черт. Буква Р. Р. Блин. Давай на А. А. Как это сказать? А. Следующая Т. Т. И. И. Блин, я не могу ничего придумать. Мне фантазия плохая. На И. Баграти. Потом. О. 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 Обычный. Вау. Обычный. Есть. Все, давай сохранимся. Я больше не буду тебя больше спрашивать. Все, катайся. Вы сами из Багратеновска? Да. Что можно рассказать про этот город? У нас очень хороший храм. Кафе хорошее есть. Ресторанчики хорошие. Вы первый человек, который ответил на вопрос, как вам Багратеновск. Вы сказали хороший город, потому что все говорили, что плохой. Я люблю. Поэтому мы хотим вам подарить такой подарок. Наш проект называется Окей Гуревск. Мы ездим по городам. Вот. Это вам. Любите город, да, Багратеновск? Любите город. И будете получать подарки. Дело не в подарках. Дело в том... Все, тогда отдавайте. Тогда не надо. Все, тогда отдавайте подарок. Нет, ну почему? Вы подарили, а назад нет. Можно с тобой немножко пообщаться? Я по телефону говорю. Давай, я сейчас... Долго, да, еще? Ну, я с мамой говорю пока. Ну, давай, подождем, да. Что можешь сказать про этот город? То есть, что-то как-то я не воодушевлен, если честно. Я, короче, приехал с Подмосковья. И я в шоке вообще с этого печного отопления и отсутствия центрального. То есть, колоть дрова, уголь, это вообще дичь. Зачем ты сюда приехал-то? К своей любимой. А, она из Багратеновска, она тебя заманила. Куда можно сходить, какие-то места, какая-то, не знаю. Куда здесь? Какие-то развлекательные места. В Калининград я здесь. В Калининград. Ну, ты же ходишь, смотри, ты же сейчас передвигаешься. Я сейчас еду в Калининград. Ты едешь в Калининград. Расскажи про свою внешность. Можешь показать? Показать, да. Ну, это коса, да, правильно я понимаю? Смотри, как он хитро сделал. Kindness, потом of humanity. Доброта человека. Человечество, да. Человечество. Вы сами из Багратеновска? Что можно сказать про этот город? Классный город? Да. Чем он классный? Чем отличается от других городов? Ой, ребят, не снимайте меня, это все... Как только мы спросили, чем город классный, уже нечего сказать, да? Значит, вы нам соврали, не самый лучший город. Хороший город. Я бы отсюда не уехал бы. Все? Да, не уехали, потому что машины нету. И не знает расписание автобусов. Поэтому не уехал бы. Я прямо в глаза, я ему говорила, брехун. Вы нас тоже снимаете? Да. А как у вас проект называется? НТВ. У нас называется ОК Гуревск. Мы пока не НТВ, еще не доросли до уровня, у нас нет пока таких камер. Ой, как вы светите? А зачем вы светите фонариком? Светло же на улице. Я не знал, что он включен. Давайте уберем. Вот здесь вот нажимаете. Или хуже стало, включить? Нет, пойдет. Что можно померить? Померить можно, пойдемте, я приглашу. Давайте. Весь бренд здесь. Начинаем, значит, у вас какой размер? У меня 41-й. Как называется? Называется Супер Купер. У него даже нога не залезает. Вы какой мне размер дали? Так, я ошибся, видимо, с размером, поэтому вам побольше предлагаю. Это уже другая нога, да? Ну, можно одеть, в принципе, правую на левую? Обязательно. Так, опять не так. У вас две правые. Ну, я не готов был. Вот так вот, да, можно ходить, в принципе? Незаметно, да, что это на правую ногу было? Как называется этот стиль? Супер Пупер Мупер. Вот те были Супер Пупер, а эти Супер Пупер Мупер. Так, это новая, последняя моделька. Последняя, совершенно. Хорошие у меня тут носочки. Носочки можно на руку одеть? Можно на руку и даже на голову. У вас тоже носочек на голове. У меня носочек, да. Ну, не Супер Пупер Мупер, конечно. Прошлогодняя коллекция. Опа! Как вы это эффектно делаете. Здесь дырочку проделаем для пальчика. Для микрофона, чтобы микрофон держать удобно было. Мочалочку еще можно прикупить. Мочалочку? Обязательно. Выбирайте себе, какая вам подойдет. Так, модно вот так вот будет? Очень модно. Сейчас так все даем. Так, и сумки ваши? О, да, да, да. Без сумки никуда. Подождите, и последний. И последний штрих, да. Нужно еще что-то. Чуть-чуть. Опа! Красава! Шик! Вот он я! Самый модный человек в Багратионовске! Красава! У меня больше будет подписчиков в Инстаграме? По спичке лопнет просто Инстаграма. Вайбер, блин, разорвет там. И Ютуб вообще будет отдыхать. Ну, Ютуб пока особо и отдыхает у нас, если честно. Я могу вот с таким видом стать мэром Багратионовской? Легко? Да, вы вполне, у нас все такие мэры. Да? Осталось только сделать вам рекламу. Магазин называется «Все для всех». Приходите, будет у вас супер-пупер. Припиндеж. Самая неожиданная концовка. Я думал, скажете мупер. Тренд меняется. Припиндеж. Супер-пупер. Супер-пупер-пупер-пупер. Мы снимаем про город Багратионовск. Вы сами из Багратионовска? Прикольно, нет. Мы тоже приехали поснимать. А, вы туристы? Люблю архитектуру старую немецкую. А вот дом Наполеона в курсе, да? Где-то рядом. Мы сейчас как раз... Вы оттуда были там только что? Вот на месте этого дома шли и посмотрели на него. Не, ну там написано, что это же не дом, а на этом месте стоял дом. Это же дом другой. Это другой дом? А, то есть нас обманывают все жители? Они говорят, там дом Наполеона, сходите, посмотрите. А это вообще другой дом. Мы разочаровались в этом городе. Я не просила вас разочаровать. Вот все. Если что. Блин. Привет, ребята. Как вы? Как вы? Куда он пошел? Он не с вами был? Он с нами был. Зачем у тебя написано на шапке, что ты мальчик? Ну, чтоб я не был девочкой. В каждом выпуске у меня есть люди, которые просто хихикают все время, смеются все время. Почему вы смеетесь все время ходите? Потому что... Почему смешно? Вам смешно? Да. Иди сюда, выручай. Ты хотя бы какую-то движуху создавал здесь. Можешь просто рядом стоять. Ты местный? Да. Я понял, да? То есть он местный, он такой, типа, девчонки, типа, девчонки. Давайте ко мне. Куда ты дальше сводишь, девчонки? Куда они хотят. Ну, куда? Как ты думаешь, куда они хотят? Ну, на пушке. Что? Ничего. Я архитектор, я приехал здесь посмотреть комфортную среду делать, как в этом городе. Мы с моими друзьями приехали сейчас как раз-таки посмотреть, что здесь сейчас на данный момент и как сделать мир к лучшему. Так, давайте, вот что вы узнали на данный момент, что есть в Багратионовске? Пока я узнал, что в Багратионовске продают пирожки с картошкой. Слушайте, а вы в Гуревске не снимали? Снимали в Гуревске. А вы смотрели наши выпуски? А, ну, я штук пять смотрел. Красава. Смотрите, у нас что есть? Эксклюзив. Замечательно. Смотрите, смотрите еще сзади. Опа. Отлично, прекрасно просто. Теперь наши люди есть в Багратионовске. Как думаете, на что больше девочки в Багратионовске покупаются? На футболке О'Ки Гуревск или на пирожки с картошкой все-таки? Чем можно их заманить легче? А давайте проверим. Ну, вот сейчас мы зайдем туда и как раз-таки предложим либо посмотреть на футболку, либо пирожок. Что тебе было бы приятнее? Пирожок с картошкой или вот такая футболка «Здравствуй, Гуревск?» Ничего себе. Что это такое «Здравствуй, Гуревск?» О, Гуревск? Да. Что это? Просто отвечайте на вопрос. Пирожок, конечно. Это самое обидное поражение за всю историю проекта. Мы проиграли пирожкам с картошкой. Блин. Второе разочарование за день. Что за город такой Багратионовск? Девчонки, привет! Опа! Все круто в Багратионовске! Опа! Куда вы бежите? Привет! Здрасте! Ты из Багратионовска сама? Да. Ну, давай какие-нибудь три, хотя бы и такие места какие-нибудь классные. Может быть, в Багратионовске или... Спортзал. Спортивные люди живут в Багратионовске? Да. Что ты сегодня делала из спортивного? Стал. А чем занимаешься, каким-то спортом? ММА. ММА, бои? Зачем? Я пошла на танцы. Мне не понравилось, я пошла биться. Просто нравится бить других девочек? И мальчиков. Сейчас такой век, так скажем, когда девочки больше занимаются спортивными какими-то единоборствами, чем мальчики. А мальчики чем занимаются, соответственно? Танцы. Здрасте! Все, до свидания. Здрасте! Где можно купить такую тележку крутую? Ой, как вы умеете! Прям хулиган! Как Багратионовск? Ну, здесь неплохо. Сегодня вот солнышко, удачный день. Верно с тобой стоит человек, судя по всему, знакомый тебе. Ну, да. Почему ты делаешь вид, как будто ты не знаком с ним? Привет. Ну, это мой знакомый, настолько близкий, что он мне брат. Илюха. Когда солнышко светит, Илюха хороший? Илюх всегда хороший. Давай, что хорошее вам последнее для тебя сделал? Илюха... Так, мы давно не виделись просто. Илюх, что ты можешь сказать про своего брата? Мы должны узнать просто, как звучит твой голос. Да, нормально мой голос звучит. А как себе в Багратионовске найти красивую девушку? У нас есть прекрасное заведение, это Восточная Пруссия, кафе, ресторан. Восточная Пруссия, это раньше такое государство было? Какое это кафе? Чего ты несешь? Это кафе, ну, раньше это было государство, а сейчас из государства сделали кафе, да. Там танцпол. Зашел на танцпол, дальше что? Взял пиво. Подходишь, даешь ей девушке, все, она твоя. А, и после этого ты говоришь, теперь ты моя. Не надо говорить, она знает самую. Она просто становится и идет за тобой с бутылкой пива? Да, да, да. А куда идет? На улицу, попивает пиво, заходит обратно, все, она теперь не твоя. Не твоя. Все, хочешь что-нибудь еще сказать? Все так хорошо получается, я могу просто даже микрофон тебе дать, ты можешь что-нибудь сам сказать. Ну, давай. Всем привет, меня зовут Влад, можно просто назвать меня Толяныч, у меня микрофон. Я в городе Багритеновске, в котором я родился. У нас есть популярная пря... О, Мэрис классный, поехал. Если, а, пишите в комментариях. А, можно и снимать, да, еще? Все, значит, так, селфи. Окей, Багритеновск, новая передача, переименовываем. Это был путеводитель по городам в городе Багритеновск. Друзья, конкурс. Сегодня я побывал в очень модном, стильном для себя образе жителя Багритеновска. Придумайте какое-нибудь оригинальное название для этого образа. Самый смешной комментарий получит призы, которые Олег в самом начале для нас дал. Это футболки с логотипом нашего проекта. Это был проект Окей Гуревск. Пока. Кстати, сфоткай меня с этим знаком. Я думаю, это получится очень оригинально и очень классная фотка. Субтитры сделал DimaTorzok